Далеко не каждый человек может выйти на сцену и выступить перед большой аудиторией. Эти люди делают практически невозможное, ведь они привыкли к тому, что их главные зрители – юные воспитанники. Переживание участниц вполне обосновано, но чтобы как-то разрядить это состояние, сотрудники 72-го детского сада подготовили специальный музыкальный номер, и, кажется, им удалось умерить волнение конкурсанток. Солкишем светом желаем удачи, пусть доброта, по всей полиции разносится ветром. Юлия Журина со своей группой поддержки не только открыла праздник педагогического мастерства вокальным номером, но и выступила на втором этапе конкурса под номером один. Так совпали звезды. Она построила свой замок педагогической деятельности, рассказала членам жюри и гостям о том, что в работе с детьми особое внимание она уделяет именно рисованию и конструированию. Мы с коллегами подумали, решили, что город мастеров, мастера всегда на Руси были в фартуках, и мы решили вот такое, на занятиях мы тоже фарточки используем, мы решили сделать такой фарточек, чтобы показать на нем все, все атрибуты, все, что мы используем. Это еще даже малая часть того, что мы используем. А в антураж внес моя маленькая дочка, которая, ой, мама, я нечаянно. Ну, раз нечаянно, давай еще. Ей очень это понравилось. Детям очень нравится рисование ладошками, пальчиками, поэтому мы докреативили его. На этом этапе конкурса каждая из участниц постаралась раскрыть свой творческий потенциал, рассказать о своей методике воспитания подрастающего поколения. Номера отличались оригинальностью. К примеру, одна из конкурсантов поделилась своим педагогическим секретом. В обучении воспитанников она использует самые настоящие опыты. Ничего не вижу. А через воду я через нее все вижу. Что же это значит? Помогите. Вода прозрачная. Совершенно верно. Вода прозрачная и бесцветная. Мы узнали второе сходство воды. И следую дальше. Конкурс есть конкурс. И его результаты оказались радостными не для всех. Из 15 участниц дальше прошли только 9. В любом случае, как отмечают организаторы, главное не победа, а участие, обмен опытом и заряд положительных эмоций.